Поэтому я очень серьезно был настроен, и если бы там не было этих людей, я бы один справился. Я думаю, что Вячеслав мне помог тогда очень сильно. Медведев помнит Ельцина как мужественного политика, не боявшегося принимать решения. Медведев Ельцина помнит. Интересно было, Медведева и Ельцина рядом. Да, Ельцин такой, наглого выше меня, а Медведев может в рот взять, не нагибаясь. Замечательно. Он так между ног у него пробегал бы. Проскакивал. Да, проскакивал. Так что, что я могу сказать? Я Ельцина впервые видел в 89-м году, случайно, в Москве. Встретил, выходя из перехода на Горького, охотный ряд и Горького на углу из этого перехода. Выхожу, смотрю, мужик какой-то знакомый стоит такой. И я к нему подошел, потому что я всегда сгоровываюсь со всеми, кого узнаю. А здесь я не понял, кто это. Ну, знакомый, какой-то мужик. И вдруг меня прижали к нему, начали кричать, что Борис Николаевич, вы смотрите, от инфаркта не умрите. Мы москвичи вас любим. Я тут понял, что это Ельцин, который недавно только приехал из Америки, где Бухой там выступал и так далее. Я не знал будущего, не знал. Если бы я знал будущее, я бы, конечно, так себя не повелся по-другому. Ельцина бы не было, потому что у меня с собой было, понимаешь? Поэтому Ельцина бы не было бы. Ну, тогда я не знал будущего. И, в общем-то, когда я говорю, пошли все по Горького, за ним что-то. И меня толпа к нему приезжала. Я почему и помню, что он такой здоровый. И когда он сюда в Саратов приезжал, а я смотрю, а он как меньше стал. Может, шапка меньше стала? Нет, нет, он там без шапки был. Он как меньше стал. Но все равно здоровый, грудь как Михаил. И я говорю, мне нужно было зайти в магазин подарки и купить колготки жене. И поэтому я решил, что жена мне дороже, чем какой-то Ельцин купил колготки. Но это всегда меня потрясало отношение к Ельцину. Вот это заискивание всех этих уродов перед ним. Потому что он был абсолютным ничтожеством, на мой взгляд. И вот там Чубайсы всякие рассказывают, какие-то небылицы про этого Ельца. Ну, алкаш был и все. Я помню, когда в 96-м году были выборы, я тогда, а может, даже и раньше написал четверостишье такое. Недоумки жулики-страдальцы все победы обратили в прах. Кто решил, что проебавший пальцы может удержать страну в руках. Меня всегда удивляло. Я думал, как же так? Человек собственный пальцем проебал, а его президенты. И это было удивительно. Понимаешь, ну ладно, он там на войне потерял, там еще где-то. Вот это меня потрясало. А как же его кличка «Бульдозер», что он за достижения. Да, ну я куда-то знаю, какой он там. Может, он в молодые годы и был бульдозером. Так вот, я говорю, когда он приезжал в Саратов, я видел, вот, Дим с ним пил. Я помню, Дим приезжает такой, умирающий. Я говорю, и он мне говорит, с царем пил. И потом рассказал, что в самолете, садился в самолет, ну, где Ельцин-то летел. И смотрит, рядом с Ельцином место никто не занимает. Он думал, что это так в кайф, что его подфартило. Он его посадил, напоил, и он только часа через три после того, как самолет приземлился, в себя пришел. Он говорит, я чуть не умер. А надо понимать, как Дима бухает. То есть, если царь его так напоился, он чуть не сдох. Центробанк отозвал лицензию у трех...